15 тысяч красноярских выпускников сдают первый единый государственный экзамен по русскому языку. У школьников прошли последние звонки, но сдача ЕГЭ, от результата которого зависит будущее, только началась. ЕГЭ по русскому языку самый массовый экзамен и всех его результаты нужны для получения аттестата и поступления в ВУЗы на любое направление. Как подготовились ученики к проверке знаний узнавал Антон Тишаков. Гул на крыльце школы слышно не только в здании, но кажется и во всем микрорайоне. Сегодня 11-классники пишут первый основной государственный экзамен по русскому языку. За час до начала они собираются перед входом, соблюдая разметку. Даже на ЕГЭ ковидные ограничения никто не отменял. Все настроены по-разному. Кто-то заметно нервничает, кто-то настроен серьезно, ведь от экзамена зависит будущее поступление. Правила есть и по ним очень много исключений, которые нужно учить и просто так ты их не сдашь. На высокий балл, если не будешь учить именно этот язык. Поргалок нету, все сама пишу. Готовилась 11 лет к этому экзамену. Не волнуюсь, потому что это не страшно. Есть люди, которые нервничают, но я лично сам нет. Я подготовился заранее. Насколько я знаю, я нервничаю после экзамена. Поэтому я буду нервничать уже потом, когда я сдам, выйду из кабинета, положу все на стол и такой, типа, ой, у меня экзамен. Я своими силами готовился. Прямо старался сам весь год. В школу запускают группами по несколько человек, чтобы пройти досмотр. С собой у выпускников минимальный набор вещей. Паспорт, гелевая ручка, вода, шоколад без упаковок и этикеток. Их обязательно нужно снимать. Вдруг выпускник захочет именно из них сделать шпаргалку. В самом кабинете тоже строго следят за тем, чтобы у школьников не было помощи извне. Внутри установлены камеры и всегда находятся два преподавателя. Обязательно педагоги по другим предметам. Могут быть учителя, которые работают в этой школе, могут быть учителя из других школ. Но обязательно это те педагоги, которые не ведут данный предмет, который сдается сегодня. Процедура очень такая ответственная. Дети понимают, что с детьми мы однозначно заранее работаем, как преодолеть вот этот вот психологический барьер. Работают и психологи, работают родители. То есть мы детей готовим к этой процедуре. В одной школе ЕГЭ пишут ученики сразу из нескольких учебных заведений. Кроме сборной из выпускников и преподавателей, в здании обязательно есть медицинский работник, полиция и государственная комиссия. Приходим на экзамен, смотрим за порядком проведения экзамена, контролируем действия руководителя. Привозим материал, увозим материал, который уже дети заполнили, бланки, кимы. Волнуются не только организаторы, но и дети. Желаем им удачи, все будет хорошо, сдадут. Результаты по экзамену выпускники получат уже через две недели. 11-ти классников ждет еще один обязательный предмет – математика. Все остальные дисциплины ученики выбирали сами, в зависимости от того, с какой профессией хотят связать свою жизнь. Антон Тишаков, Павел Иваницкий, 7 канал.